Мистические ретрограды. Когда планета пятится задом. Мистические ретрограды. Когда планета пятится задом. 8 часов ровно 26 мая 2020 года. Знак авторского права. Ленекхак. Горячий Юпитер. Знак авторского права. Ленекхак. Москва, 26 мая. РИА Новости, Татьяна Печубина. В мае Венера, Сатурн и Юпитер становятся ретроградными и меняют направление движения на небесной сфере. Раньше это считали дурной приметой. На самом деле в Солнечной системе только один настоящий ретрогад Венера. А вот открытие ретроградных экзопланет оказалось полной неожиданностью. Коперник все объяснил еще в древности люди заметили, что планеты, двигаясь по небесному своду, порой ведут себя странно петляют. Большую часть года следует с запада на восток, если они дальше от Солнца, чем Земля, и вдруг разворачиваются, идут на попятный. Момент, когда это происходит, называют стоянием. В 1514 году Николай Коперник доказал, что Земля не центр мироздания, а вместе с другими планетами вращаются вокруг Солнца. У каждого небесного тела своя орбита, и видимое нам ретроградное движение результат их наложения. Например, Марс раз в два года максимально сближается с Землей, обгоняя ее, вычерчивает на небе S-образную петлю. Знак авторского права. Марса на небесной сфере в период с июля 2005 года по февраль 2006. Он идет с запада на восток и в момент сближения с Землей делает петлю. Пару месяцев его движение кажется нам ретроградным. Знак авторского права. Путь Марса на небесной сфере в период с июля 2005 года по февраль 2006. Он идет с запада на восток и в момент сближения с Землей делает петлю. Пару месяцев его движение кажется нам ретроградным Венера и Уран против всех все планеты по отношению к Земле на короткое время движутся по пятна, но это лишь видимость. Настоящие ретрограды физически вращаются не так, как остальные. В Солнечной системе это только Венера. Если бы мы оказались над Северным полюсом Венеры, то увидели бы, что вокруг своей оси она крутится по часовой стрелке. Земля и другие планеты против. Считается, что планеты образуются вместе со звездой из одного протопланетного диска. В теории их орбиты должны лежать в одной плоскости, а направлении вращения по орбите и вокруг оси совпадать. Почему Венера не такая, пока не ясно. Хотя ученые отмечают ее сильное сходство с Землей и эти планеты даже называют близнецами. Одно из объяснений, происходящие в недрах и атмосфере процесса настолько замедлили вращение Венеры, что она в какой-то момент остановилась, а потом начала крутиться в другую строну. 24 апреля, 1353 рья наука-астрономы выявили в Солнечной системе целую популяцию чужих астероидов. Далекий ледяной гигант Уран тоже выглядит ретроградом. Он лежит на боку относительно плоскости своей орбиты, причем северным полюсом клюет вниз, из-за чего кажется, что Уран вращается по часовой стрелке. Но если его поставить нормально, он станет нормальным. Ученые считают, что миллиарды лет назад Уран столкнулся с крупным космическим телом и перевернулся в пространстве. Другая гипотеза в прошлом у планеты была массивная система колец, которая вызвала резонанс, раскачала ее и развернула. Общие правила распространяются и на спутнике планет. Например, Земля крутится против часовой стрелки, так же и Луна вокруг Земли. А вот один из 13 спутников Нептуна Тритон идет против шерсти. Значит, делают вывод ученые, Тритон не принадлежал Нептуну, был самостоятельным малым телом, пока Нептун не захватил его из пояса Койпера. Кстати, Плутон, по составу схожий с Тритоном, тоже ретроградный. Отчасти это способствовало его переводу в разряд карликовых планет. Знак авторского права иллюстрации РИА Новости. Наса Слащел. Ретроградное движение Тритона. Это единственный крупный спутник в Солнечной системе, который движется по орбите против хода своей планеты аномалий горячих Юпитеров, вот чего наша система совсем лишена планет, которые бы двигались по орбитам против вращения Солнца. Долгое время астрономы считали, что так должно быть везде. Но в 2009 году открыли первую экзопланету с ретроградной орбитой у звезды ВОСП-17 в созвездии Скорпиона. ВОСП-17b. Самая крупная и наименее плотная из известных экзопланет. Такие газовые гиганты называют горячими Юпитерами. Ее ретроградность интригует ученых. СМОДАР НАОС из Центра междисциплинарных исследований в астрофизике Северо-Западного университета США, предложила возможный механизм, взаимное влияние планет-гигантов во время миграции ближе к звезде либо коричневого карлика. Но для его реализации нужно совпадение слишком многих условий, а это маловероятно. Тем не менее астрофизик выдвинула смелую гипотезу о том, что такие ретроградные Юпитеры не редкость четверть среди наблюдаемых. Впрочем, существование самих горячих Юпитеров еще ждет своего объяснения. 3 декабря 2013 года, 22,56 РИА Наука телескоп Хаббл нашел воду в атмосферах пяти экзопланет ученые нашли воду в атмосферах планет ВОСП-17b. Типи, ВОСП. 12b, ВОСП-19b, НТКСО-1b. Все они горячие Юпитеры, планеты-гиганты, обращающиеся в непосредственной близости от своих звезд.